Автомобильный событий 2010 года стало появление модели Рено Сандера. В Москве на заводе Автофрамос началось производство новой малолитражки. Французская компания возлагает большие надежды на этот хэтчбэк. Он должен стать еще одним хитом продаж в сегменте недорогих автомобилей. Рено Сандера – родной брат модели Логан. Обе машины построены на одной и той же платформе. У них общие силовые агрегаты, а также детали ходовой. Разница заключается, естественно, в типе кузова. Кроме того, хэтчбэк короче седана по длине и величине колесной базы. В этом тест-драйве мы еще не раз будем вспоминать о седане. Ведь популярность Логана делает его мерилом для оценки всех машин этого сегмента. Сейчас на Автофрамосе выпускаются обновленные Логаны, так называемые Фазы 2, с более привлекательной внешностью и салоном. Все эти обновления можно увидеть и в Сандерах. За счет более детальной проработки экстерьера хэтчбэк получился симпатичнее седана. Дизайн честный. Автомобиль выглядит ровно настолько, сколько он и стоит. В салоне новая Сандера полностью копирует модернизированный Логан. Наконец-то появились нормальные ручки в дверях. Стали крупнее боковые зеркала. В лучшую сторону изменился и блок климатической установки. Рулевую колонку в качестве опции оснастили регулировкой по высоте. Посадка за рулем, как в Логане, то есть почти вертикально. Водитель по-прежнему словно сидит на табурете. У кресла есть лишь самые необходимые регулировки. Не хватает поясничного подпора и боковой поддержки. На заднем ряду чуть меньше места, чем в Логане, но по меркам сегмента B просторно. По объему багажника Сандера уступает Логан. Зато, разложив задний диван, мы получаем приличный по размерам грузовой отсек. Причем в более дорогих комплектациях спинка заднего сидения раскладывается по частям. Скромные 320 литров превращаются в солидные 1200. Однако ровного пола не получится, мешает ступенька. Есть еще пару минусов. У багажной двери нет ручки с внешней стороны, а запасное колесо у хэтчбека крепится снаружи под полом. 102-сильный мотор наделяет автомобиль неплохой динамикой. Тем не менее, драйверские амбиции лучше оставить в покое. Короткие передачи вынуждают часто орудовать рычагом коробки. Его ходы могли быть меньше, хотя сам механизм переключения работает четко. Двигатель тяговит на низах, но раскручивать его выше 4000 нет никакого смысла. Энергия уходит в шум, а не в скорость. Впрочем, возможности силового агрегата достаточно для нормальной езды. На комфорте производитель явно сэкономил. При езде по магистрали досаждают вибрации. Рулевому управлению не хватает обратной связи. Да и на скорости в салоне становится достаточно шумно. Впрочем, не стоит забывать о классе и цене автомобиля. Какие еще могут быть претензии? И все же ходовые качества Сандера оставили приятное впечатление. Даже на неровной дороге хэтчбек надежно держит заданный курс. Крены в поворотах не пугают. При переборе со скоростью в вираже француз скользит передком наружу. Плавно отпущенная педаль газа возвращает машину на траекторию. Отпустишь педаль резче, хэтчбек уйдет в занос. В езде Сандера мало чем отличается от Логана. Главный козырь этих автомобилей – крепкая и энергоемкая подвеска. Перед колдобинами можно не сбавлять скорости. Плавность хода при езде по плохой дороге на высоте. Дорожный просвет в 155 мм. Вкупе с небольшими свесами позволяет спокойно переползать через глубокие рытвины на разбитых грунтовках. Сандера в базовой версии стоит 319 тысяч рублей, что всего на 10 тысяч дороже самого простого Логана. Более того, во всех других фиксированных комплектациях разница в цене между седаном и хэтчбеком составляет приблизительно ту же сумму. Наш Сандера в комплектации «Экспрессион» оснащен 16-клапанным, 102-сильным мотором объемом 1,6. Цена такого автомобиля начинается от 386 тысяч рублей. Пока Сандера, как и Логан, оснащается только пятиступенчатой механикой. Однако к концу текущего года обе модели должны получить долгожданную автоматическую коробку передач. Предполагается, что с такой трансмиссией цена на автомобиль возрастет где-то на 30 тысяч рублей. Этому автомобилю не нужно доказывать свое право на существование. Еще до появления Сандера на свет Логан создал ему хорошую репутацию. У Сандера есть минусы, но их уверенно перевешивает хороший уровень качества, надежности и безопасности. Новый хэтчбек обречен на успех в России. Новый хэтчбек обречен на успех в России.